Здравствуйте, уважаемые любители спорта! С 24 июля по 8 августа 2021 года пройдут 32-летние Олимпийские игры в Токио. 23 июля – церемония открытия, которая начнется в 20.00. Однако 21 и 22 июля стартуют соревнования по футболу и софтболу. А вот первые комплекты медалей разыграют 24 июля в субботу. Награды получают стрелки из пневматического пистолета и винтовки. Время соревнований – 2.30 утра по Москве. По одному комплекту разыграют между мужчинами в велоспорте тяжелой атлетики у женщин, категория до 49 кг, в стрельбе из лука. Два комплекта получают дзюдоисты, фехтовальщики, тхеквандисты. Расписание упорядочено для вас по мере начала всех соревнований. Во второй игровой день, 25 июля, в воскресенье разыграют 18 комплектов медалей. Начнутся соревнования в 3 утра. Полевая стрельба у мужчин и женщин. Расстояние 10 метров, затем скейтбординг. Четыре комплекта достанется пловцам. По одному получат спортсмены следующих дисциплин – велоспорт, стрельба из лука, прыжки в воду. Два комплекта наград будут в этот день разыграны в тяжелой атлетике, а также дзюдо, фехтовании и тхеквандо. Наращиваем темп. 26 июля. В понедельник 21 комплект наград. Триатлон мужчины. Время – 1.30 утра. Стендовая стрельба у мужчин и женщин. И скейтбординг начнутся в 3 утра. В 4.30 плавание в четырех разных дисциплинах. По одному комплекту наград. Разыграют в стрельбе из лука. Гребли на байдарках, велоспорте, маунт, байк, прыжках в воду. По два комплекта получат дзюдо, фехтование и тхеквандо. Спортивная гимнастика, командное многоборье, тяжелая атлетика, настольный теннис – по одному. 27 июля во вторник 22 комплекта медалей. Триатлон у женщин стартует в 1.30. Два комплекта будут в пулевой стрельбе и академической гребле. 4 в плавании. Определят победителей в гребле на байдарках и каное, велоспорте и прыжках в воду. В тяжелой атлетике будут два соревнования, которые разбросаны по времени в 10 утра и в 14.00. По два комплекта разыграют мастера дзюдо и тхеквандо. По одному в конном спорте, фехтовании, спортивной гимнастике, софтболе. Последний вид спорта в этот день начнется в 2 часа дня. 28 июля в среду 23 комплекта медалей. Академический серфинг – 2.00. Академическая гребля – 4.00. Плавание – 5 комплектов. Велоспорт, дзюдо, баскетбол 3х3 – 2.00. По одному комплекту достанется спортсменам в следующих видах спорта. Прыжки в воду. Рэгби – 7.00. Конный спорт. Фехтование. Спортивная гимнастика. Тяжелая атлетика. 29 июля в четверг раздадут всего лишь 17 комплектов медалей. Академическая гребля. Мужчины – двойки. Стартуют в 3.20 утра по Москве. Всего в академической гребле будет 4 комплекта. А вот пулевая стрельба начнется примерно в то же время в 3.00. Два комплекта разыграют между мужчинами и женщинами. 5 золотых медалей смогут выиграть пловцы в вольном стиле 800 метров и 100 метров у мужчин, 200 метров брас, 200 метров баттерфляй и эстафета у женщин вольным стилем. Тюдоисты получат в этот день 2 комплекта наград. Без медалей не останутся. Гребцы на байдарках и каное. Фехтовальщики. Командные соревнования у женщин. Гимнасты. Игроки в настольный теннис. 30 июля в пятницу 31 комплект медалей. Начнется день с пулевой стрельбы у женщин. Пистолет расстояние 25 метров. 3.00 утра. 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые получат участники академической гребли в соревнованиях у женщин и мужчин в одиночках и восьмерках. Двумя комплектами наград отметятся велосипедисты. 4 комплекта получат пловцы. Мужчины 200 метров. На спине 200 метров. Комплексом. Женщины 200 метров. Брасом. И 100 метров. Вольным стилем. 2 комплекта уйдут дзюдоистам. По одному вручат теннисистам. Прыгунам на батуте. Гребцам на байдарках и каное. Стрелкам из лука. А также в бадминтоне, фехтовании, легкой атлетике в настольном теннисе. 31 июля в субботу. 22 комплекта медалей. Триатлон. Смешанная эстафета. В 2.30 утра. Стендовая стрельба смешанной команды. В 3.00. 5 дисциплин разыграют в плавании. Разными стилями. Баттерфляй. На спине. Вольным. И т.д. В борьбу вступает парусный спорт. 2 комплекта. За единственный комплект в этот день поборются участники пулевой стрельбы, большого тенниса, прыжков на батуте, стрельбы из лука. Тяжелая атлетика пройдет в 9.50 и в 13.50. По одному комплекту будет в регби 7, дзюдо, бадминтоне, фехтовании. И 3 комплекта медалей в лёгкой атлетике. 1 августа. Воскресенье 24 комплекта медалей. Гольф открывает игровой день в 1.30. Затем пройдут соревнования в лёгкой атлетике. Женщины толкания ядра. Всего же в лёгкой атлетике будет 4 комплекта. Столько же и в плавании. 2 в велоспорте на BMX, фристайл. 3 в теннисе. 2 в парусном спорте. 4 в спортивной гимнастике. Вольные упражнения. Опорный прыжок. Конь-брусья. И по одному достанется прыгунам в воду, фехтовальщикам, тяжелым атлетам, игрокам в бадминтон. 2 августа. В пятницу 22 комплекта медалей. Пулевая стрельба. 2 набора наград. Лёгкая атлетика. 5 комплектов медалей. 2 в парусном спорте и в бадминтоне. А также в тяжелой атлетике и в спортивной гимнастике. Мужчины – кольца, женщины – вольные упражнения. По одному победителю будет в велоспорте, спортивной гимнастике, вольной борьбе. И по два комплекта разыграют между спортсменами в греко-римской борьбе и конном спорте. 3 августа. Во вторник будет насыщенный день на события. 2-4 комплекта медалей. Здесь раздадут лучшим в лёгкой атлетике. 4 комплекта наград найдут своих обладателей в гребле на байдарках и каное. 3 августа начнутся финальные соревнования у боксёров. Комплектами порадуют своих поклонников парусные регаты класс финн и накро 17. Прыжки в воду. Мужчины – 3 метра. Индивидуальные прыжки пройдут в 9.00. Несколько наборов выделят для велоспорта и спортивной гимнастики, греко-римской борьбе. И по одному будут в вольной борьбе у женщин и в тяжелой атлетике у мужчин. Честно говоря, не понимаю, зачем это женщинам. 4 августа в среду всего 17 комплектов медалей. Перечислю. Плавание. Женский марафон – 10 км. Лёгкая атлетика. Женщины – 400 м с барьерами. Скейтбординг. Женщины – парк. Бокс. Мужчины – 81 кг. Два заплыва будут в парусном спорте. Велоспорт. Трек. Мужская гонка. Преследование. Конный спорт. Конкур. Личные соревнования. Вольная борьба. Женщины – 62 кг. Два соревнования пройдут в греко-римской борьбе. Синхронное плавание. Дуэт. Женщины. Тяжелая атлетика. Мужчины – 109 кг плюс. Ещё 4 комплекта дадут лёгкоатлетам. 5 августа в четверг 27 комплектов медалей. Рано утром пройдут соревнования в плавании и скейтбординге. Больше всего призёров будет в этот день в лёгкой атлетике. 8 наборов наград. В гребле на байдарках и каное в два раза меньше наград. По одному – боксёрам и прыгунам в воду. 3 комплекта уйдёт в карате, вольную борьбу, 2 – велоспорт. И награды обязательно получат атлеты в скалолазании, в хоккей, на траве. Мужской финал. Начало в 13.00 в настольном теннисе. 6 августа в пятницу 23 комплекта медалей. Вновь лёгкая атлетика притянет больше внимания. 8 наград. Пляжному волейболу, женскому футболу, боксу, современному пятиборью достанется по одному набору. Каратисты получат 3, велосипедисты 2. Ещё 3 комплекта достанется борцам вольным стилем. По одному разыграют в скалолазании, в хоккее, на траве, женский финал и в настольном теннисе. 7 августа в субботу самый тяжёлый день. Здесь разыграют 34 комплекта медалей. 7 в лёгкой атлетике, 1 в гольфе и пляжном волейболе, по 4 в гребле на байдарках и каное и в боксе. 2 в карате у мужчин и женщин. 1 комплект медалей достанется спортсменам в следующих видах спорта. Современные пятиборья, прыжки в воду, художественная гимнастика. Водное поло, велоспорт, конный спорт, бейсбол, синхронное плавание. 3 раздадут вольным борцам и 4 финала пройдут в баскетболе, футболе, гандболе, волейболе. Это интересно. 8 августа в воскресенье 13 комплектов медалей. Заключительный соревновательный день начнётся в час утра. Лёгкая атлетика, марафон мужчины. Художественная гимнастика. Групповой многоборье 5-0-0. Баскетбол. Женский финал 5-30. Трижды на трек выйдут вилогонщики. Волейбол. Женский финал 7-30. 4 соревнования пройдут в боксе. Гандбол. Женский финал 9-0-0. Водное поло. Мужской финал 10-30. На вашем экране схема расписания олимпиады. Больше всего наград разыграют в лёгкой атлетике 48. У пловцов 37. У велогонщиков 22. Ставьте лайк, если информация была полезной и интересной. В рекомендациях смотрите, у какой страны больше всего наград за всю историю олимпиад. До встречи.